Ом Ти Ви Юэй про головне. Нам нужен прорыв. Нам необходим настоящий прорыв. Обещанный Путиным прорыв. В питерском Купчино прорвало трубу с кипятком. Миссия Украины убить как можно больше русских. Угрозы жизни премьера Словакии Фитца после покушения нет. Деникн со ссылкой на источники. По данным СМИ, стрелявший в ФИЦО, человек оказался 70-летним уроженцем словацкого города Левице. Ну ладно, пусть живет, а то боброедка уже вышла на украинский след. Вот кадры сразу после нападения. Мужчина несколько раз выстрелил в премьера. Пули попали в живот, грудь и плечо. Предварительно стрелком оказался 71-летний писатель и сторонник либеральной партии прогрессивная Словакия Юрай Чентула. Он активно критиковал Фитца в своих соцсетях. Фитца занимает пророссийскую позицию и выступает против военной помощи Украине. Путин уже направил в Словакию телеграмму с пожеланиями здоровья. Лидеры Евросоюза и Владимир Зеленский тоже осудили покушение на Фитца. Ну, тем не менее, там это сделали. Ладно. Кадровые перестановки продолжаются. Только теперь не в правительстве, а во властной верхушке Чечни. Магомед Даудов добровольно ушел с поста председателя парламента республики. Решение он принял после совещания с Кадыровым. Конкретную причину ухода Даудов называть не стал. Ближайший соратник Кадырова занимал этот пост с 2015 года, а до этого делал карьеру в МВД Чечни. Именно он курировал охоту на представителей ЛГБТ в республике и вообще выполнял любые поручения Кадырова. Например, занимался запугиванием его критиков. Даудовы называли одним из самых влиятельных людей Чечни и отсюда возможным преемником Кадырова, который, по слухам, тяжело болен. Президент Гвинея Бесау попросил сына Кадырова научить его стрелять. Вы теперь мой друг на всю жизнь. Для тех, кто не знает, это герой Чеченской республики. Пусть этот герой настоящим чеченцам, не Кадыровцам на глаза выйдет, попадется без охраны. Посмотрим, какой он там герой. Ну а в Кремле подводят итоги обновления правительства. Путин сегодня провел совещание по вопросам оборонно-промышленного комплекса, на котором присутствовали сразу двое министров обороны – бывший Шойгу и нынешний Белоусов. Всех, кто переживал о судьбе Шойгу, Путин успокоил. Несмотря на новую должность в Совбезе, связь с Министерством обороны он не утратит. Будет курировать комиссию ВПК. Министр обороны, который покинул этот пост, будет кроме исполнения обязанностей секретаря Совета Безопасности, будет вести комиссию ВПК, которая функционирует при президенте, и будет заниматься организацией работы федеральной службы по сотрудничеству с зарубежными странами. Ну чушь какая-то. Ну а что касается Белоусова, его назначение, по словам Путина, связано с ростом военных расходов. И новому министру надо будет придумать, как вписать это в экономику всей страны. Иными словами, окончательно перевести ее на военные рельсы. Вот это взаимоотношение между пушками, так называемыми, пушками и маслом, оно должно быть органически вписано в общую стратегию развития государства российского. Да что ты, черт побери, такое несешь? На смену ряженому генералу Шойгу, который в армии никогда не служил. Пришел никогда не служивший в армии Белоусов. Белоусов объясняет, чем будет заниматься на новом посту. Крысить, хрючить и копытить. Понятно, значит, крысить – это налетели, съели и побежали на другую кучу. Значит, хрючить – это когда корыто есть, и, значит, все отгоняют там, и долго, значит, преподают к нему, отгоняют. А копытить – это вот когда олень из-под льда добывает кусочек ягеля, долго стучит, выковыривая. Короче, большую часть налогов теперь на войну скрысят. Часть из этого себе на дворцы схрючат. А солдат будут копытить на полях Украины. Это абсолютно однозначно. Новые назначения происходят не только в Кремле, но и в семье Путина. Его зять Евгений Нагорный – это гражданский муж старшей дочери Марии Воронцовой – стал гендиректором ООО «Мурманск Трансгаз». Случилось это в декабре прошлого года. Зять Путина будет курировать строительство газопровода в Мурманской области для «Новотека» – компании олигарха Леонида Михельсона. «Новотек» много лет конкурирует с «Газпромом» на рынке экспорта газа. И, конечно, назначение члена семьи Путина ему очень поможет. Это факт. Родственникам господряды, а бывшим охранникам – государственные посты. У Путина ведь так заведено. Валерий Пикалев начинал ФСО. Потом побывал на нескольких высоких постах. В том числе был вице-губернатором Петербурга. А вот теперь его назначили главой федеральной таможенной службы. Сегодня Мишустин утвердил Пикалева на новую должность. Он же провел первое заседание обновленного правительства. Сегодня у нас первое заседание правительства в новом составе. Но прежде всего хочу от всей души поздравить всех вас с назначением. Это и очень серьезная ответственность. Нам предстоит оправдать доверие главы государства. В Самаре администрация подарила 98-летнему ветерану просроченные продукты. Какая власть? Такой подарок 9 мая. Вот она, атмосфера победы. Деревня, в которой люди до сих пор живут в деревянных бараках. Ходят по вытоптанной земле вместо дорог. Туалет, понятное дело, на улице. Газа в деревянных бараках никогда не было, до сих пор нет. Стоят люди в дешевых китайских куртках. Смотрят на уныло развивающийся на ветру флаг. И слушают сказки о великой победе. Чего не смеетесь-то? Не смешно? Не поняли, да? Это Россия! В Екатеринбурге толпа избила 45-летнего ветерана СВО. Ему разбили голову бутылкой, повалили на землю и стали пинать ногами, приговаривая, это за то, что ты СВОшник. Комментарий освободителя. Я был как миротворец там, чтобы выровнять ситуацию, а выровняли меня. Победим Украину. Осталась неделька. Все. Размер пакета составляет 61 миллиард долларов. Законопроект предусматривает 8 миллиардов экономической помощи Украине. Убеждал в этой связи республиканцев проголосовать быстро и положительно лично глава Пентагона Остин. Палат представителя министра обороны США опять пугал Путиным. Сказал, что если США не поможет Киеву, то сдерживать российские войска надо будет в Прибалтике и Польше. Продолжение следует...